Слава Богу, братья и сестры, за этот день прекрасный, я думаю, для зимы это прекрасный день, да, мороз, солнышко, а здесь тепло, слава Богу, и хорошо, когда в сердце тепло у нас, когда в сердце свободно, когда мы имеем общение с нашим Господом, я думаю, мы пришли для того, чтобы иметь общение с нашим Господом на этом месте, и мы будем готовить наши сердца, чтобы нам услышать то, что Господь хочет сказать нам сегодня. Мы готовы? Пускай Бог благословит. Я в начале нашего служения, перед началом прочитаю несколько стихов, мы будем призывать имя Господне, чтобы Бог благословил нас, что Бог посетил нас Своим Духом Святым, управил нашими сердцами, это Матфея с 3 главы. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, голос вопиющий в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Это было начало служения Иоанна Крестителя. И интересно, что Иоанн Креститель не пошел и не начинал свое служение с Иерусалима, да? Он не пошел в храм, он не сделал там, знаете, как бывает сейчас, Крусейды делает какие-то адвертайзинг, то есть объявления, приглашения, как мы иногда делаем, да? Как здесь у нас сейчас большая возможность ставить все на интернет, там на Фейсбук, ведь здесь, что приходите, если была бы такая возможность, то да, Иоанна Крестителя, чтобы сделать такой, как сказать, объявление, адвертайзинг, что приходите в пустыню Иудейскую, и там будет евангелизация. Я думаю, было бы легче, но здесь написано, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует, интересно, в пустыне Иудейской, и что? И народ идет к Нему. Как неудивительно, народ идет к Нему. Написано, с Иерусалима, с Иудеи, с окрестности, приходили люди к Иоанну Крестителю, на Иордан, туда в пустыню, слушать Божье Слово. Не надо было никакой рекламы, никакого адвертайзина. Люди шли. Почему? Дух Божий действовал. Слава Богу. Дух Божий действовал. Огонь загорелся. И люди бежали к этому огню, пустыню Иудейскую. Братья и сестры, пускай бы этот огонь, он горел в наших сердцах. И вот многие так высказывают, да, надо идти, надо туда, надо что-то делать. Пускай огонь загорится в нас, в наших сердцах. И тогда окружающие увидят действительно, что Дух Божий действует. Не надо будет делать никакой рекламы, никакого адвертайзина. И Дух Божий будет делать свою работу. Слава Богу. Братья и сестры, давайте приготовим наши сердца, чтобы наше сердце, как здесь Иоанн говорит, приготовьте ваши сердца, приготовьте путь к Господу, откройте для Нему дорогу, приготовьте, для этого нужно поработать над вашими сердцами, выпрямить, всякий долг да понизится, да наполнится, гора да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути, пускай сделаются гладкими, и тогда явится Божья слава, тогда придет Божье благословение, тогда Дух Божий начнет действовать. Поэтому да благословит Господь сегодня каждого из нас. И мы будем призывать Его имя, будем проверять свои сердца, проверять свои пути, проверять свои хождения, как здесь, приготовьте путь к Господу, приготовьте, сделайте прямыми пути, чтобы Господь мог действовать в народе Его. Да благословит Господь каждому из нас. Слово всеси, Господи, о, оживи меня, рук святою тешит тебя, твой во мне Христа, все свои заботы из всего самого Себя. Верой полагаю я вселено на Тебя. Иисус, 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 Иисус. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, прошу, среди сверенные сердца, о, прошу, покрой, ведете дом любви отца, удалить сомнениям из всяких грехи и страх. Он напомнит сердцу от священных небеса. Иисус, Иисус, Иисус. О, Отец, О, Отец, О, Отец, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Я хочу с тобою слиться и решать тобой Ты освобождаешь и даешь душе покой С яростью окружусь и я сердечку темной Царствовать в твой небе буду вечная с тобой Иисус, Иисус, Иисус Отец, Отец, Отец Скажем слава нашему Господу Наш Господь, Он есть великий Бог И Он достоин того, чтобы мы Его здесь, на этом месте прославляли Знаете, я в вашей церкви второй раз Однажды приезжал сюда и вот сегодня во второй раз И думаю, никого не знаю в этой церкви, кроме одного брата Виктора Который тоже не местный Виктор Дерун И думаю, ну интересно, никого не знаю, но здесь могу быть, здесь могу служить И здесь есть родные по крови Господа нашего Иисуса Христа Братья и сестры И знаете, как-то так, ну не то, что печально стало, что никого не знаю Просто как-то подумал, бывает так, да И когда я оборачиваюсь, оказывается, узнаю еще одного человека Которого даже не думал узнать Узнаю, значит, есть еще люди Слава Господу Знаете, одно, что нужно нам в наше время, в настоящее время, это мир Мир Божий И он очень сильно необходим нам Знаете, я вспомнил одно такое высказывание, где говорится так, что Мир – это не отсутствие проблем, но присутствие Господа Когда в нашем сердце есть мир Когда с нами присутствует Господь, нам очень хорошо Нам очень хорошо И другое место, Священописание, говорится так, что Любящим Господа, призванным по Его изволению Что? Все содействует ко благу Что бы ни случалось Самое главное, если мы чувствуем себя любящими Если мы любим нашего Господа Все, что не происходит, мы должны радоваться Потому что в этом будет хороший результат Все будет содействовать ко благу Все будет к нашему назиданию К тому, чтобы все получилось хорошо И пускай по-человечески нам не видно еще хорошего результата Бывает Но, но Господь, Он верный в Своем Слове И если сказано, что все содействует ко благу Значит, будет все ко благу Все будет к тому, чтобы нам было хорошо Знаете, перед нами молитва Мы будем молиться Господу Я думаю, для этого мы сюда приходим Для того, чтобы общаться с нашим Иисусом С нашим Господом Рассказать Ему все свои переживания, радости, проблемы Перед нами молитва И я хотел бы сакцентировать наше внимание Что, как может история страны История церкви История нашей семьи, нашей жизни Измениться посредством молитвы Молитва и пост, они очень сильно влияют на нашу жизнь На христианскую жизнь Когда мы понимаем и знаем цену молитвы Мы видим благословение и успех в своей жизни И как бы ни случалось Что бы ни поворачивало наша жизнь Куда бы она нас не приводила Если мы дружим с молитвой И разговариваем с Господом Мы видим успех и благословение Мы видим благополучие Мы видим то, что Господь, Он рядом с нами Когда мы вспомним Такой известный, я прочитаю Я думаю, для всех это известный 138-й псалом Последние стихи этого псалма говорят так Испытай меня, Боже, и узнай Сердце моё Испытай меня, и узнай помышления мои И зри, не на опасном ли я пути И направь меня на путь вечный Как-то так приходится нам очень часто встречаться с тем Что мы можем себя ловить Что мы, может быть, куда-то в сторону уходим Может быть, чем-то другим увлекаемся Может быть, что-то появляется в нашей жизни Что в будущем может повлиять нам Не в лучшую сторону Не для нашего назидания А может быть, для разрушения И вот здесь, когда мы читаем эти места Когда мы видим, как Давид обращается к Господу Он говорит так Испытай меня, проверь меня Помоги мне Помоги мне понять, не на опасном ли я пути Помоги мне узнать мой путь Моё состояние перед тобой Хорошо ли я делаю Правильно я делаю Может быть, я уже делаю неправильно Когда мы приходим сюда в церковь Когда мы здесь преклоняем свои колени Я думаю, это очень важное мероприятие Мы делаем, когда мы преклоняем свои колени Потому что здесь мы можем почувствовать Господнее благословение и вразумление в нашу жизнь Здесь мы можем увидеть себя И спросить у Господа Господи, проверь, не на опасном ли я пути Не на опасном ли я пути Может быть, мои помышления уже неправильные Может быть, мои увлечения уже не таковые Не угодные перед тобой И когда мы взываем к Господу Когда мы, преклоняя свои колени Склоняясь своим сердцем Говорим с Господом Господь, Он отвечает нам Поверьте, каждый из нас под вдохновением Духа Святого Сегодня пришел сюда Под вдохновением Духа Святого Он сидит сейчас на скамеечке Я знаю, это Божья работа И то, что сегодня хочет сказать для нас Господь Это очень важно Господь хочет сказать нам Что молитва, она может менять жизнь человека Молитва, она может изменить ситуацию в стране Молитва, она поменяет ситуацию в семье Молитва сделает много Если мы очень серьезно подходим к этому состоянию Молитвенному состоянию Знаете, вспоминая свои молодежные еще года На то время как-то было актуально Вот было, будем говорить, так актуально спрашивать Сколько раз в день ты читаешь Библию? Ну и отвечали молодежь, что пока, кто как Вот два раза бывает утром, вечером Кто говорит всего лишь один день, один раз По-разному отвечали Ну вопрос звучал так Сколько раз в день? А знаете, сейчас, когда разговариваешь с молодежью Более актуально спросить Сколько раз в месяц ты читаешь Библию? И молодежь тоже более так серьезно отвечает Сколько раз в месяц они могут прочитать Библию? Ну там несколько раз, кто, когда, как и сколько Не осуждаю молодежь, не обижаю Я просто говорю, нужно нам проверять себя Не на опасном ли мы пути Я говорю за себя, за свои молодые годы, в которых я жил Я никого не осуждаю, никого не знаю И никого не хочу здесь укорять Я просто хочу попросить или посоветовать нам проверять себя почаще Это тот момент, когда мы себя можем проверять Знаете, если мы будем читать книгу пророка Ионы И обратим внимание не на самого пророка Иону, который был Который ходил в этот город, Неневию Не на него, не на его послушание, не послушание Обратим внимание на народ, к которому он пришел Я прочитаю И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день И проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена Вот такое вот слово говорил пророк к народу в Неневии Читая из Священного Писания, я не жил в то время, не знаю Но Священному Писанию верю Читая Священное Писание, мы можем видеть, что народ там был жестокий Народ, который не служил Господу Народ, который не поступал правильно Народ, который не старался проверить себя Не старался себя проверить Нехорошими делами занимался, идолы были И когда Господь посылает туда пророка, и пророк говорит свое слово Такое понятное, короткое слово И мы читаем, что случилось с этим народом Как быстро это произошло, и как хорошо, что они именно так отреагировали Написано так И поверили ни Неневитя, ни Богу И объявили пост И оделись во вретище От большого из них до малого Это слово дошло до царя Неневии И он встал с престола своего И снял с себя царское обличение свое И оделся во вретище И сел на пепли Девятый стик Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой И мы не погибнем И увидел Бог дела их Что они отвратились от злых дел От злых путей своих И пожалел Бог о бедствии О Котором сказал, что наведет на них И не навел Вот такое простое место Священного Писания и простая реакция народа Мы видим, что Услышавши слово от Господа Услышавши то предупреждение Оно имело какой-то срок Оно имело какой-то срок В который должно было Исполнение Божьего Намерение по отношению к этому народу И мы видим, как отреагировал народ Отреагировал хорошо Отреагировал положительно Слава Господу Я за них очень сильно доволен Что они так отреагировали Я хочу сейчас обратиться к каждому из нас К себе лично Как реагируем мы На то, что мы слышим в наших проповедях Как мы реагируем на то предупреждение Которое мы слышим в наших домах Привыкли мы слушать о том, что В проповеди говорится нам о любви, о прощении Но не всегда мы привыкли слушать, когда дома жена говорит Ты очень много кричишь Не всегда мы привыкли слушать, когда дома родители детям говорят Не должен так поступать или так одеваться Это Слово Божие, которое говорится к нам через наших родителей Может быть Господь проговаривает в наших семьях через наших мужей или жен Может быть где-то там, где совсем даже не в церкви Через какого-то брата или сестру к нам звучит какое-то предупреждение И это очень серьезно Когда мы в молитве или может быть даже в посте Сразу же обращаемся к Господу И говорим, Господь Я Тебя очень сильно люблю И поэтому это не напрасно Это во благо Это ко мне Это ко мне и это не случайно Знаете, почему я такой пример привел? Потому что разговаривая дома в своей семье Моя жена очень часто мне говорит Почему ты кричишь? Я думаю, ну не кричу же я Я же спокойно разговариваю А она говорит Нет, вот ты кричишь И мне приходится сделать свой тон пониже Приходится, может быть, немножко переломать себя И как это не смешно Я это делаю для того, чтобы она оставалась довольна Не угождая ей в каком-то грехе Я просто понимаю, что может быть Со стороны она видит меня лучше Может быть, со стороны она понимает Чем я должен и как я должен свой голос регулировать И может быть, это совсем мелочи Есть звучат для нас очень серьезные предупреждения Очень серьезные вещи Какие-то информации, на которые мы должны обратить внимание Знаете, когда мы прочитаем место Священописания Написано Еремии, 18 глава С самого начала Слово, которое было к Еремии от Господа Встань, сойди в дом горчичника И там я возвещу тебе слова мои И сошел я в дом горшичника И вот он работал Работал свою работу на кружале И сосуд, который горшичник делал из глины Развалился в руке его И он снова сделал из него другой сосуд Который горшичнику вздумалось сделать И было слово Господне ко мне Не могу ли я поступать с вами Дом Израилев Подобно горшичнику этому Говорит Господь Вот что глина в руке горшичника То вы в моей руке дом Израилев Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве Что искореню, сокрушу и погублю его Но если народ этот, на которого я это изрек Обратиться от своих злых дел Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему А иногда скажу о каком-либо народе или царстве Что устрою и утвержу его Но если он будет делать зло перед очами моими И не слушаться голоса моего Я отнимлю то доброе, которое хотел облагоденствовать его Вот такое вот простое, очень реальное слово для каждого из нас Мы глина в руке горшичника Он знает, что для нас хорошо, что для нас плохо Он понимает, как с нами работать Наш горшичник, наш Господь Он знает, что сделать с нас И какой сосуд мы должны в окончательном результате иметь И если мы послушная глина Если мы действительно послушны Слову Господнему Господь все сделает нам во благо И какие бы обстоятельства не окружали нас Какие бы, может быть, земные эти мероприятия не сгущали нас Какие бы законы не принимались в стране, в которой мы живем Как не трудно, можно сказать, посмотреть на какое-то семейное обстоятельство И какую-то семейную проблему Как не трудно выглядит это Если мы поступаем по Слову Божьему Господь все сделает правильно Как не трудно, когда мы в какой-то ситуации Может быть, в школе, в колледже Может быть, насмешки какие-то Может быть, какой-то ответ или отчет нужно давать И как не трудно Но если мы по Слову Божьему Бог все устрояет Бог все благословляет И поэтому мое желание Чтобы мы сейчас перед нашей молитвой Еще имеем несколько, буквально говоря, минут Проверили себя Сколько нам нужно пророков Для того, чтобы нам понять волю Божью в своей жизни Поверили, сколько нам нужно предупреждений Сколько нам нужно открытий или откровений Сколько нам нужно для того, чтобы нам понять Или, может быть, нам стоит быть послушным Как были неневитяне Может быть, они были Может, мы намного добрее Намного лучше Намного, ну, может быть, чувствуем себя приятнее перед Господом Но этот народ жестокий Этот народ непослушный Не служивший Господу Сумел услышать это слово и исправить свои пути Я думаю, что нам не стоит долго медлить Я понимаю, что сегодняшний день и сегодняшняя молитва Это та молитва, которая реальна в жизни каждого из нас Какую должность мы бы не занимали И какое обстоятельство не попадали Вот сейчас перед нами молитва И мы должны преклонить наши колени И если есть у нас доброе желание Обратиться к Господу И Господь все ответит Бог все поможет Я знаю, слово Божье, оно неизменно Оно не меняется Если Господь говорит, что я устрою Если народ мой будет внимательным Значит, устроит Поверим в это Аминь Бог все невестный Боже могущий Ты, утешитель Я, беды Мы, везде сущие Всемогущий Будь Боже с нами Нас осветим Мы, везде сущие Всемогущий Будь Боже с нами Нас осветим Он через почки Счастья для многих Нас, любовающих Не забывай Наших сердцах Поздрилисты и любовь Благослови нас Счастья для многих Наших сердцах Поздрилисты и любовь Благослови нас Счастья для многих Отче избав нас от всяких владений Души украдь с чистотою Твоей Дай нам дела и среди без слабенья Больше прославим Тебя всех людей Дай нам дела и среди без слабенья Больше прославим Тебя всех людей Если ты со мной, мой отец благой Страха нет во мне, только твой покой Если ты со мной, мой отец благой Вижу я во мне, облик твой со мной Небо и земля, все пройдет, царство Божие К нам придет только ты, наш царь и творец Наш благой отец, небо и земля Все пройдет, царство Божие К нам придет только ты, наш царь и творец Наш благой отец, если ты со мной, мой отец благой То моя душа тянется к тебе Забываю я все вокруг меня Только вижу я твои чудеса Небо и земля, все пройдет, царство Божие К нам придет только ты, наш царь и творец Наш благой отец, небо и земля Все пройдет, царство Божие К нам придет только ты, наш царь и творец Наш благой отец Как достану я унивать в душе Кто придет тебе, помощь ты в нужде На тебя, Господь, буду уповать Моего твоя жизнью прославлять Небо и земля, все пройдет, царство Божие К нам придет только ты, наш царь и творец Наш благой отец, небо и земля Все пройдет, царство Божие К нам придет только ты, наш царь и творец Наш благой отец Субтитры создавал DimaTorzok Ты взываешь к отцу Ответа все нет От твоей ведь душе О, как нужен совет Не совет человека, не друга совет Общение с Богом, от Бога ответ Может быть еще раз В трудный жизни час Нужно тебе помолиться Еще раз, еще раз В тихий поздний час На колени склониться Ты взываешь к отцу Ответа все нет Силы часто слабеют О, как нужен ответ Нежный голос в душе Вновь и вновь говорит На колени пред Богом Вновь встать Он велит Нежный голос в душе Вновь и вновь говорит На колени пред Богом Вновь встать Он велит Может быть еще раз В трудный жизни час Нужно тебе помолиться Еще раз Еще раз Еще раз В тихий поздний час На колени склониться В тихий поздний час В тихий поздний час Ты взываешь к отцу Ответа все нет И ты веру теряешь На Божий ответ Твои вздохи и слезы Что значат они Ведь у Бога Отца До одной сочтены Твои вздохи и слезы Что значат они Ведь у Бога Отца До одной сочтены Может быть еще раз В трудный жизни час Нужно Нужно Тебе помолиться Еще раз Еще раз В тихий поздний час На колени склониться Может быть еще раз В тихий поздний час В тихий поздний час На колени склониться Слава Богу! Слава Богу, что вас так любят. Может быть, конечно, может быть, но я не думаю, что кому-то надоедает или, может быть, кто-то недовольный. Вот, я думаю, что все равно это есть радость, когда кто-то к вам приезжает, кто-то желает вас посетить. Да, благослови Господь. Авраам в свое время не знал, кого он принял, но он принимал. Поэтому, я говорю вам, мы иногда или часто не знаем, кого принимаем, но у Бога свои планы. Сегодня вы принимаете как молодежь, это могут быть со временем ваши невестки или ваши зятья. И вы скажете, слава Богу, что я все-таки принимал. Поэтому прекрасно и хорошо, друзья, когда мы принимаем. Когда Бог полагает на сердце молодежи. Особенно, вообще, когда мы находимся среди молодежи, я понимаю, что жизнь как будто останавливается. Она, мы не стареем, хотя года берут свое. Я хочу немножко вспомнить, братья проповедовали. Брат Ваня, начиная богослужение, сказал об Иоанне Крестителе. Я думаю, у нас немножко время есть. Он был в пустыне, он проповедовал. И шли к нему люди. Почему? Потому что он проповедовал слова, которые изменяют изнутри жизнь человека. Дают ему новую жизнь. Они услышали это, и они не боялись, когда он им говорил, что им нужно покаяться в чем-то. Они это делали. Потом, после, передо мной брат тоже проповедовал и говорил. И этот псалом я желаю тоже прочитать, который говорит. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути. Такое чудесное слово, я сказал бы, друзья, когда мы свою жизнь или открываем свое сердце пред Богом и говорим, Господи. Конечно, если мы грешим произвольно и знаем, что грешим, и говорим, Господи, испытай меня, а вдруг ты не заметишь, то этого не произойдет. Но когда мы проверяем свою жизнь на основании Божьего Слова, когда мы стараемся со своей стороны сделать все возможное, и Библия говорит, то вы, прилагая к всему, все старание ваше покажите в вере вашей. И потом, предстоя пред Богом, мы не оправдываемся, а говорим, Господи, испытай меня. Проверь еще ты меня, мою жизнь. Может быть, что-то я не заметил. Может быть, что-то я не увидел. Направь меня на правильный путь. Дорогие друзья, это состояние блаженного человека, когда он так открыто пред Богом и излагает свое желание. Итак, сегодня, друзья, уже мы переступили порог Нового года. Уже немножко прошло месяца 1 января. Мы живы, мы здоровы с вами. Мы пришли на это место своими ногами. Кто-то уже этого не смог сделать, друзья. Кто-то желал бы, но его жизнь остановилась. Мы сегодня живы, мы здоровы. Дети ваши с вами. Дорогие друзья, молодежь сегодня, я смотрю, они держат микрофоны, чтобы петь. Сегодня стараются прославить Господа. Я хочу с вами сказать, слава Богу, что мы живем в такое время, друзья. Я бы просил вас, не потеряйте ваших детей. Сделайте с вашей стороны все возможное. Весь, скажу так, комфорт. Создайте для ваших детей, чтобы они полюбили Господа, того Господа, которому служите вы. Много раз приходили, и один из моментов есть написано, когда приходили и говорили, мы хотим видеть Иисуса. Помоги вам и мне вместе с вами, Господь, чтобы мы, уверовавшие или последовавшие за Господом, в нас видели эту добрую жизнь наши дети. Итак, сегодня я хочу немножко с вами поговорить о самом важном нашей жизни. Это о нашей жизни. Никто два раза на земле не живет и жить не будет. Жизнь дана вам и мне только один раз. Я буду читать многие места из Божьего Слова в подтверждение тех слов, которые я говорю. Итак, первое место, первая книга Моисея, вторая глава, седьмой стихи говорит так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Итак, мы видим из Божьего Слова, что Господь Бог, создавая человека, Он создал из праха, вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. Как будто очень просто. Но это, дорогие, если бы Бог, создавая человека, не вдунул в него дыхание жизни, не было бы в этом человека жизни. И мы видим людей, которые умирают, мы говорим так. И они просто лежат. Нету в них жизни. Тело лежит. Мы видим это тело. Иногда оно даже красивое. Иногда оно совсем неизменчивое. Если, например, человек не болел, просто ходил и умер. Но нету в нем жизни. И потому Бог, создавая человека, вдунул в него важное дыхание жизни. И мы сегодня с вами живем. Скажем, слава Богу. Или вы недовольны, что вы живете? Довольны. Значит, слава Богу. Мы живы с вами, друзья, за жизнь. Библия говорит, что человек все отдал. Вы помните, когда дьявол подходил по поводу Иова. И он говорит, что за жизнь человек все отдаст. Когда касается уже жизни, лично каждого человека он готов все отдать. И я думаю, если спросить особенно богатых людей, они бы, наверное, все свое состояние отдали бы. Лишь бы жизнь повторилась. Но этого, к сожалению, нет. И не произойдет. Поэтому, дорогие друзья, жизнь – это важно. Самое важное, что мы имеем с вами. Два раза жить на земле не будем. Итак, когда мы проверяем или находим в Священном Писании, то когда Господь хочет к нам обратиться или сказать определенную истину, потому что все Писание Бога вдохновенно, но все равно, когда Господь к нам обращается, Он, когда, скажу так, ну, пробует затронуть мое и ваше сердце. Он пробует сказать такими словами, чтобы мы немножко остановились или содрогнулись в нашей жизни. И один из примеров, это будет читать о Евангелии Матфея, где написано 16 глава, 26 стих, говорит так строго к человеку. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дашь человек за душу свою?» Эти слова, естественно, или, конечно же, стараются привести человека, можно сказать, в правильные чувства. Какая польза человеку? Что пользы, если он приобретет весь мир? Еще никто на этой земле, наверное, весь мир не приобретал. Часть мира, конечно, получалась. Кто-то мог позволить себе купить, скажем так, много автомобилей, много домов, кто-то позволил себе купить много земли, кто-то позволил себе купить город, 10 городов, 20 городов. Но какая от этого польза, если ты не можешь ничем продлить свою жизнь? И потому Писание, друзья, я хочу, чтобы вы это слово услышали. Какая польза тебе, если ты приобретешь много в этом мире, а своей душе, своей жизни повредишь? И другое, какой выкуп ты сможешь дать за душу свою, за жизнь свою? Поэтому, как дорога жизнь должна быть не только в глазах Божьих, но и вместе с вами в нашей жизни. Наша жизнь, друзья, это подарок, это ценность, которую дает нам Господь. Итак, что есть наша жизнь? Как я уже сказал, это подарок. И первое, это дар Божий. Если бы я вас спросил, кто из вас планировал свой приход, рождение на эту землю? Есть среди вас такие? Никто. Я не планировал. И я думаю, что вы тоже не планировали. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, даже если родители планируют или не планируют, но если Бог не даст жизни, то эта жизнь не придет. Итак, первое, что я хочу сказать, или один из моментов. Дорогие друзья, наша с вами жизнь, это дар Божий. Это тот подарок, который Господь даровал вам и даровал мне. Слава Богу! Это подарок, друзья. Я хочу сказать вам, если написано в Божьем Слове об этом много, никогда в своей жизни не ропщите на вашу жизнь. Как бы она ни была трудна, кому-то труднее. Как бы она ни была невыносима в ваших глазах, кому-то еще труднее. А даже если вам самое трудно, то все равно вы блажение и счастливее тех, кто уже мертв. Поэтому никогда не ропщите даже в своей голове, в разуме на вашу жизнь. Никогда не говорите Создателю, почему бы ты меня таким создал. Никогда не говорите даже в сердце вашем, «Господи, зачем ты меня вообще? Я вообще не хотел бы жить на это». Никогда этого не говорите. Но благодарите за жизнь, которую даровал вам Бог. Поэтому это есть подарок от Господа. И даже то состояние, которое в процессе жизни мы приобретаем, кто-то, работая своими руками, мог заработать больше, кто-то меньше, не присваивайте и не говорите, вот видите, какой я специалист, или как у меня хорошо это все получилось. Я понимаю, дорогие друзья, думаю, вы со мной согласны. Однажды, когда Господь уже в моей жизни сказал такие слова, мысль такая, если ты будешь ходить предо мною свято, если ты будешь ходить предо мною так, как я хочу, то я в деле рук твоих буду благословлять тебя. Оказывается, та работа физическая, которую мы делаем, в этом благословение от Господа, слава Богу. Возьмите в эту страну, мы приехали, конечно, молодые люди, может быть, не сильно смогут меня понять, но те, которые я, например, приехал в эту страну, у меня было только 40 долларов, и то не мои. Мне тест дал на дорогу, говорит, ну, это тебе хватит. Я, конечно, ничего не тратил, привез их сюда. В этой стране, не зная языка, конечно, я в школе учил английский, это не исключение, но когда я ехал даже в самолете, когда я просил что-то одно мне пить принести, мне приносили другое, настолько мой был английский язык. Друзья, и думаете, Господь оставил меня? Нет. Я спрошу у вас, кого из вас оставил Господь? Когда переступили границу этой страны, приехали, но вообще английский язык очень слабый, но Господь заботился о нашей жизни, Господь заботился о нас, Господь заботился о наших детях. Поэтому, друзья, не от наших дел, не от наших рук, не от нашего разума, не настолько мы уже смарт, потому что многие знающие язык не имеют работы, но по милости Божьей Господь дал жизнь, и даже в деле рук наших благословляет нас. Слава Богу! Поэтому, друзья, не от дел, чтобы никто не хвалился. Работать надо. Работать усердно, работая своими руками. Библия говорит, блажение давать, нежели принимать. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит вас и меня вместе с вами. Дорогие молодые люди тоже, здесь так много молодежи, мне очень нравится, вот и гости приехали, слава Богу. Никогда не ропщите на вашу жизнь. У вас прекрасная жизнь, у вас хорошие родители, особенно если они вас останавливают в чем-то, в том, что вы делаете неправильно. Вы благодарите. Они не просто пускают все, как говорится, с тормозов, делайте, что хотите, живите, как хотите. Потом же вы придете и будете говорить родителям, почему вы не останавливали нас. Поэтому, жизнь, которая дарована вам Богом, благодарите за нее Бога и ваших родителей. Следующее, о чем я хочу говорить о нашей жизни, к сожалению, она кратковременная. Она очень короткая. Есть написано, давайте посмотрим, это будет Псалом 89, 9 стих говорит, 9 стих говорит такие слова. Второе полосище. Мы теряем лета нашу, как звук. Следующее место, я извиняюсь, буду немножко спешить, потому что время бежит. Иакова 4 глава, 14 стих говорит такие тоже слова. Смотрите, возьму 13. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Можете ли вы поверить, что моя и ваша жизнь, она подавляется пару? Я думаю, дорогие, буду обращаться к молодежи. Вы видели, когда мама что-то готовит на кухне, да? И когда там, ну скажем, кастрюля или, ну что-нибудь там, да? И когда оно уже подходит к кипению, там появляется такой пар, да? Выходит пар. И как долго он выходит? Очень быстро. Раз, открыли там форточку, открыли крышку, и этот пар исчез. Вот так уподобляется моя и ваша жизнь. Она очень короткая. Конечно, если я спрошу подростков или спрошу молодежь, как вы думаете, жизнь короткая или жизнь длинная? Я думаю, что они быстрее всего скажут, о, жизнь такая длинная. Когда человеку 10 лет, вот вспомните себя, молодежь, и вы здесь тоже. Когда вам было 10 лет, вы что, говорили, что вам 10 лет? Обычно говорят больше. Хотят быть взрослыми. Особенно, когда 15, 14. Сколько? Мне уже 16. Вот посмотрите, даже вот будем откровенны, где-то на Фейсбук кто-то пишет, ему 14, он пишет 22. И так дальше. Мы это замечаем, что люди, которые меньше, они быстренько хотят догнать свои года быть старше. Но когда уже становятся старше, почему-то хотят убрать немножко, хотя бы десяток или два десятка лет. Вот такая наша жизнь, друзья. Все как-то наоборот. Когда нам мало, мы хотим много. Когда нам много, мы хотим мало. И как будто бы никогда нам не угодишь. Давайте будем жить в свое время, в свои года и по своим годам. Если вам 16, благослови вас Бог, храните любовь и милость к Богу 16. Если вам 36, благодарите Бога, что ваша жизнь началась. Если вам 56, это приблизительно около половины жизни. Если вам до 100, это считайте, до 100, это только две цифры. Благодарите Бога и молите, чтобы получилось 3, 100 и больше. Поэтому в каждом отрезке времени нам нужно оказаться верными Богу. И хотя жизнь наша, она действительно кратковременна, Библия говорит, как пар, являющийся на малое время. Если бы вас, я спросил, кто из вас знает, ну, я уже понимаю, что вы не знали дня своего прихода на землю, если следующий вопрос задам, кто из вас знает, когда ваша будет последний вздох или последний выдох на этой земле? Кто из вас знает, сколько он проживет на этой земле? Я, например, не знаю. Читаю все Писания, говорит, 70, при большей крепости 80. Я всегда говорю всем и говорю вам, я хочу жить больше. Это мое желание. Но Бог закрыл от меня, друзья, сколько я проживу на этой земле. Но вопрос, сокрыто ли это от Бога? Давайте мы с вами прочитаем. Это будет 138-й Псалом, 16-й стих, говорит такие слова. 138-16. Зарудыш мой, видели очи твои, твои книги записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Оказывается, зарудыш, это еще не человек рожденный, только зародился. И Бог дает этому зарудышу жизнь. И у Бога уже отмечена наша жизнь. Поэтому, друзья, хочу сказать тем, которых иногда дьявол атакует, которых иногда дьявол настолько поступает и хочет просто отобрать у вас жизнь. Вы себе жизнь не давали. Поэтому, да хранит вас Господь сократить свою жизнь. Да хранит вас Господь от таких мыслей прервать свою жизнь. Или что-то сделать то, чтобы жизнь была остановлена. Поймите, что в руках Божьих ваша жизнь от первого и до последнего дня. И хотелось бы, чтобы, живя на земле, мы правильно вели себя и подготовили себя к вечности. Если бы я задал вам вопрос, хотите ли вы в небо? Хотим. Мы поем об этом. Мы проповедуем об этом. Но следующий вопрос. Когда мы заболели, вот коснулась нас серьезная болезнь, что первое посещает мой разум? Наверное, такая мысль, ближе Господь тебе. Слава Богу, я уже скоро переступлю порог и увижу Господа. Но обычно или парадоксально того не случается. Мы сразу ищем медицину, мы сразу звоним кому-то, слушай, что бы сделать, чтобы моя жизнь продлилась. А почему мы так делаем? А почему мы так, неужели наша жизнь не в руках Божьих? Да, в руках Божьих, но оказывается, мы с вами любим жизнь. Мы с вами хотим жить, не правда ли? И Библия говорит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, там есть написано, удерживай язык своя зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, живи на земле и храни истину. Итак, дорогие друзья, мы с вами любим жизнь, как молодые, так и средний возраст, так и старшие поколения, так и те, которые уже, смотрите, уже им 80, уже 90, уже руки так дрожат. Спросите, хотят ли они жить? В основном они говорят, я хочу жить, потому что, действительно, это подарок от Бога, друзья, и никто этого изменить не может. Итак, дорогие, Бог дал нам жизнь, и Бог хочет, чтобы в промежутке этой жизни мы оказались верны Богу, независимо, старшим возрастом или молодые. Но, к сожалению, хочу еще сказать, что наша жизнь, она ничтожна. Почему? Потому что она полна трудов, она полна скорбей, она полна бедствий, она, жизнь наша, хотя мы живем в этой стране, в Америке, слава Богу, уже не сильно заботимся о продуктах питания и так дальше, как были в той стране, но все равно скорби, трудности, холод, голод, недоедание бывает, это все переносит человек в свои жизни, но все равно он держится за жизнь, потому что он хочет жить. Я бы хотел вам задать такой вопрос, бывает даже люди прожили свою жизнь и они не знают, сколько они зла принесли на земле и сколько они добра сделали на земле. Вы когда-то задавались таким вопросом? Попробуйте, каждый задайте себе вопрос, сколько вы прожили, задайте вопрос, сколько я сделал добра и сколько я послужил для того, чтобы какого-то зла или беззакония сделать, что больше? Иногда люди, наверное, в процессе своей жизни даже не знают, что они много приносят вреда окружающим людям. И Божье Слово по этому поводу говорит вам и мне такие слова. Желаю делиться Псалом 89, 12 стих. Говорит такие слова 89, 12 стих. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Оказывается, исчисление наших дней, часов, минут и секунд, оно происходит. И от этого мы не денемся. И Моисей молился и говорил, Господи, научи меня так исчислять мои дни, чтобы в процессе исчисления моих дней я приобрел мудрое сердце. Я приобрел разумное сердце. А значит, окружающим я буду, дорогие друзья, не в худшую, скажем так, но в лучшую сторону. А значит, окружающим я буду нести ту мудрость, которую я имею от Тебя. Итак, дорогие братья и сестры, наша жизнь, она важна не только в наших глазах, оказывается, но она важна еще в глазах Божьих. Обсуждая со всех сторон, несмотря на то, что наша жизнь очень короткая, потому что, вот возьмите, я, как я сказал, что молодые, они думают, что еще много жизни впереди. Я помню себя, я не такой старый. Я считаю, вообще я не старый. Хотя, может быть, не совсем так выгляжу, но я считаю, что вообще я не старый. А жизнь так пролетела, уже живу в Америке, наверное, более 20 лет, друзья, да, 24 года. Я думаю, еще 20, уже 24 года. Так быстро жизнь пролетела. И думаешь, вот сколько вы уже живете, например, в этом городе, и кто-то бы сказал бы, да, так долго дни идут. Наверное, долго дни идут, знаете, когда? Когда мы болеем, вот когда мы прикованы к постели. Хотя Библия говорит, что лучшие пора, труд и болезнь. Мы такое тоже испытываем в своей жизни, когда лучшие годы, вроде бы потрудился бы, послужил бы, а мы так, то на работе работаем, то болеем. И даже некогда бывает послужить для Господа. Поэтому, друзья, наша жизнь, которая короткая, она полна испытаний. Время, в котором мы живем на земле, Бог испытывает нас. И для чего Он это делает? Для того, чтобы приготовить меня и вас к вечности. Давайте я прочитаю Божье Слово, которое говорит такие слова по этому поводу. Это будет Петра, это будет Петра 1 глава, 7 стих, который говорит такие слова. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываем его золото, к похвале и славе в явлении Иисуса Христа». Оказывается, вера, которую мы имеем с вами, в свое время, когда мы последовали за Господом, она подвергается испытанию. Бог нас испытывает на протяжении нашей жизни, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, хотя и огнем испытываем его золото. Поэтому, друзья, наша жизнь, она ценна в очах Божьих. И Бог испытывает нас. Возьмите по Священному Писанию мужи сильные, сколько им пришлось или приходилось переносить трудности или испытания. Очень много. Я бы задал вам такой вопрос. Вы сегодня служащие Богу, переносите ли вы испытания в вашу жизнь? Переносите. И даже бывают такие моменты, когда Господь испытывает нас друг друга. И вроде бы так подумаешь, Господи, но это же все служащие Богу, это же все те, которые следуют за Тобой. Оказывается, мы друг другом испытываемся, друзья. Кто-то испытывается мной, через меня, кого-то получается, дорогие, кто-то, ну, сказать, я испытываюсь через кого-то. Поэтому такая наша жизнь. И хотелось бы, друзья, чтобы жизнь ваша и жизнь моя выдержала это испытание. Как говорит Божье Слово, дай бы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее. Это время благодати. Это не только время трудностей, это не только, друзья, время испытаний, это еще время благодати, благого Божьего даяния. И я хочу сказать слава Богу за испытания, за трудности, хотя нелегко, конечно, но, к сожалению, но Бог дает нам силы, Бог поддерживает нас, Бог укрепляет нас, друзья, и как говорит Божье Слово, это еще время благодати. Римлянам 3 глава, 24 стих говорит так, получая, возьму 23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Я думаю, мы знаем, как в Адаме все умирают посредством через Адама, мы, дорогие, как говорит Божье Слово, согрешили, 24, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Итак, через благодать Божью мы с вами получили искупление, мы с вами получили примирение с Отцом Небесным, через благое, даяние Иисуса Христа. Слава Богу! Итак, дорогие друзья, я уже буду заканчивать и пусть Бог благословит вас и меня вместе с вами. Мы являемся с вами путники. Наше жительство, как мы говорим, на небесах. Поэтому, друзья, мы путники, с вами, шествуя по этому земному пути, хотелось бы, чтобы Господь дал вам и мне силы устоять, претерпеть, оказаться верным Богу во всех обстоятельствах жизни, которые случаются нам. И в заключение, желаю прочитать еще одно место из Божьего Слова, которое говорит так. 18 стих, это будет послание Ефесянам, 3 главы, говорит так, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божьей, а тому, кто действующую в вас, нас, силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь. Слава Богу, друзья! Бог милостив к нам, Бог дал нам жизнь. Поэтому, друзья, имея жизнь, будем дорожить Ее, будем ценить Ее, будем относиться со всей серьезностью к тому подарку, который дал нам Бог, и будем готовиться ко встрече с Господом. Я понимаю, что мы путники и временные на этой земле. Я понимаю, дорогие друзья, что от рождения и до нашего последнего вздоха придет момент. Нам нужно подготовиться к вечности, потому что там всегда с Господом будем. Да благословит Господь вас, да благословит Господь и меня, чтобы ту жизнь, тот дар, который дал нам Господь, прожить, и, как сказал апостол Павел, течение совершил и веру сохранил. Да благословит вас Господь. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Прекрасный день. Мы сегодня уже много слышали. И я смотрю, что Дух Святой так направляет сегодня свое слово в одной теме. И мы слышали, брат, перед мной говорил о жизни, о том, что такое жизнь, как она ценна. И, знаете, очень важно, как мы ее живем. Мы пели этот псалом перед этим. Для Бога жить. Святое приглашение. Бог приглашает каждого из нас жить для Бога. И у нас есть выбор, свободный выбор. И я продолжу эту тему, хотя мы не договаривались, но именно моя тоже тема о том, как мы живем и для кого мы живем и как мы служим Богу. Для Бога жить нельзя уж больше медлить. Господь грядет. Он скоро грядет. Он скоро придет. И как мы сегодня используем вот эти дни жизни нашей, которые Бог нам подарил. Написано, что Псалмопевец говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Научи нас использовать так назначенные нам дни, чтобы приобрести мудрое сердце, то есть, чтобы достигнуть той цели, куда мы идем. Я думаю, что у каждой из нас есть определенная цель в жизни. И мы к ней идем. Мы к ней движемся. Может быть, иногда цели бывают разные, но основная цель, я думаю, нас, христиан, которые приходят сюда, это жизнь вечная. Так, братья и сестры? брат Виктор говорил о жизни, как она, как многие смотрят на эту жизнь. И я хотел бы сегодня немножко поговорить, я уже вначале говорил именно об Иоанне Крестителе, который говорил и направлял людей именно о том, чтобы они служили Богу, чтобы они исправили свои пути, чтобы они поправили свое направление, потому что приблизилось Царство Божье и зависит от нас лично, войдем мы в это Царство Божье или нет. Написано, что книжники и фарисеи отвергли волю Божию о себе и они не пришли к Иоанну креститься, они знали, они видели, толпы людей шли, крестились, исповедывая грехи свои, каялись, многие задавали вопросы, а нам что делать? Господи, нам что делать? Ответ нам! Иоанн говорил, он говорил воинам, он говорил другим людям, он говорил мытарям что делать? Братья и сестры, что сегодня Слово Божие говорит к нам? Что мы должны делать в это время, которое Бог дал нам? Одно из мест, которых я хотел напомнить Священное Писание, это записано в книге Царств 19 глава 9-10 стих здесь повествование уже время очень мало, я буду очень быстро, и здесь говорится об одном человеке, который жил на земле, это был Илья, он был в то время, когда было полное отступление от Бога, люди впали в виду поклонства, народ Божий служил воалом, они служили другому Богу, и этот человек находился среди них, и он думал, что все развратились, и Бог говорит, возьми меня уже, я не лучший отцов моих, народ израильский отступил, остался я один, он думал, он вообще один остался, и моей души ищут, а Бог сказал, я соблюл себе 7000 человек в это время отступления, которые не преклонились перед воалом, которые не оставили Бога, и помните тот человек, его имя по-моему Авдий, да, который был при царе Ахаве, царедворцем, да, написано, он был человек очень богобоязненный, в то время, когда было полное отступление, этот человек был очень богобоязненный, когда Изавель истребляла пророков Божьих, он взял 100 человек вопреки повелению царскому, их скрывал и кормил их каждый день, он боялся Бога, и он был при царе, вроде бы в том месте, где центр отступления, и он служил Богу, он не отступил, и здесь 19 глава говорится, когда Илья уже пришел пред лица Божьей дошел, написано на гору он пришел, нашел пещеру и ночевал в ней, и вот был к нему, было слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возремновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы стали вели завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Мы видим этот человек, он пришел на гору искать лица Божья, у него горел этот огонь ревности, говорит, я возремновал о Господе Боге моем. Бог его спрашивает, почему ты здесь? Почему ты здесь, Илья? Почему ты оказался здесь? Он говорит, возремновал я о Господе Боге Саваофе. Братья и сестры, почему мы здесь сегодня? Почему мы пришли сюда? Почему мы приехали из Миннесоты, с Небраски, с Мизури, можем ли мы сказать, возремновал с Аляски, возремновал я о Господе Боге Саваофе. Ревность в меня загорелась. Братья и сестры, я хотел бы сегодня обратить внимание, как мы живем для Бога, нашу жизнь, которая так быстро проходит, как мы слышали. Горим ли мы для Бога или нет? Насколько эта ревность в нашем сердце движет нас? Насколько мы сегодня горим для Господа? Братья и сестры, написано, Иоанн Креститель говорил людям, которым шли за Ним, говорит, я не тот, но идет, говорит, сзади меня тот, который станет переди меня, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Братья и сестры, я хотел бы сегодня говорить об этом огне, который будет приходить от Бога. Говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Огонь Духа Святого, который сегодня так необходим для каждого из нас. Братья и сестры, я хотел бы сегодня спросить себя самого и чтобы каждый спросил себя, горит ли сегодня во мне огонь Божий? Горит ли во мне сегодня этот огонь ревности Божьей? Как я сегодня служу Богу? Прихожу ли я для того, потому что у меня огонь горит, потому что я сегодня хочу прославить Бога? Братья и сестры, Бог искал тех людей всегда, у которых был этот огонь, которые горели для Бога. Второй пример я хотел бы напомнить о Судей, где говорится о Гедеоне. Это очень прекрасное место, мне нравится это место, этот человек очень нравится, Гедеон. Мы знаем, это было время тяжелое в народе израильском, когда маденитяне поработили евреев. Народ израильский написано отступил от Бога, они стали грешить. И Бог отдал народ израильский в руки маденитян на семь лет. И говорит, была тяжела рука этих маденитян на Израиле. Все, что они посеять и придут, уничтожат, все заберут. Говорит, обнищал Израиль. Они пришли до такого состояния, что они голодали. И здесь пишется об одном человеке. И пришел ангел Господин, это 6 глава Судия, 11 стих. И сел в офре под дубом, называемым принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Точиле, чтобы скрыться от Мадинитян. Мы знаем Точила, это было место, где делали виноградный сок, где виноград топтали и делали виноградный сок. И этот человек Гедеон, он скрылся в этом Точиле и выколачивал хлеб, выколачивал зерно, чтобы скрыться от Мадинитян. И явился ему ангел Господин и сказал ему, Господь с Тобою муж сильный. И он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, и ныне оставил нас Господь, и предал нас в руки Мадинитян. Господь возрел на него и сказал, иди с эту силою Твоею и спаси Израиля от руки Мадинитян. Я посылаю тебя. Видите, Господь видел в этом человеку силу. Он видел в этом человеке, независимо от того, что он находился в тех же обстоятельствах, в котором находили все израильтяне. Этот человек был особенный, в нем было что-то особенное, в нем горел этот огонь. Он говорит, если Господь с нами, почему нас это постигло, почему мы сегодня такие слабые, почему мы сегодня такие беспечные, почему Дух Божий не действует. Он задавал эти вопросы, и Господь посмотрел на него, и он говорит, да, мне такие люди надо, мне такие люди надо, которым мне безразлично, которые смотрят на обстоятельства другими глазами, они видят это все, но они не сдаются, они идут вперед, говорит, я вижу в этом человеке силу, говорит, иди, и с этой силой, которая в тебе, ты освободишь, мадинитян, братья и сестры, Бог дал нам силу, Бог дал нам силу Святого Духа, вот этот огонь, который он принес, это есть большая сила и мы знаем, что после этого он уже поменял свой разговор, Геон понял, с кем он разговаривает и Геон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? И он говорил, что я слабый и Бог сказал ему, что нужно сделать и он это сделал, он срубил это дерево, он не побоялся отступления Израильского, он срубил посвященное дерево, он поломал этих истуканов, этого вала, он сделал то, что Бог ему сказал. Братья и сестры, сегодня мы находимся тоже в таких же обстоятельствах, когда в мире идет отступление, когда идет полный полный как бы отход от Бога, люди иногда даже в церквях они ослабевают, они ослабевают, они приходят и служат Богу вроде бы, но нету этого огня, огня ревности, братья и сестры, Бог сегодня желает, чтобы мы горели для Него, чтобы у нас была ревность служить Богу, чтобы мы служили Богу не по настроению, не на погоде, сегодня мороз, да, и я уже не буду ехать на служение, потому что мороз, мы давали Богу обед, служить Ему доброй совести, не тогда, когда хорошая погода, не когда, когда солнышко светит, не тогда, только, когда нам очень хорошо, но служить Богу доброй совестью, и я читаю место, где Иоанн пишет в Откровении, мы знаем все это место, не буду все читать, это Ладийской Церкви пишется 3 глава 19 стих, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен, да, и так, будь ревностен и покайся, будь ревностен и чем? Мы иногда ревностны в наших делах, мы ревностны в нашей работе, мы очень ревностны, я иногда удивляюсь, вот у нас много тракистов, здесь уже скоро будет тракстап, наверное, и я очень удивляюсь, насколько они ревностны и как они могут работать так, не уставая, могут целые сутки, 12 больше часов ехать, и они не устают, у них есть эта мотивация, у них есть эта энергия, есть какая-то цель, и они идут к этому, не только этому, и от постройки, по работе, мы работаем, мы работаем, и мы не устаем, у нас есть цель, братья и сестры, как наша жизнь сегодня перед Богом, как наша цель сегодня к Богу, служению Богу, я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили себя, насколько сегодня огонь Божий горит в нашей жизни, насколько огонь Божий сегодня движет наши сердца, насколько мы сегодня горим для Бога, насколько мы бегим сегодня в общении с Богом, на молитве, как мы слышали, насколько мы сегодня горим для Бога, Езекииль пишет, про Езекииль, я прочитаю это место, это 20-я глава 45-й стих «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, обрати лице твое на путь к полудню» 20-й стих 45-й стих 20-й главы «И обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля и скажи южному лесу слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь и он пожрет тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое не погаснет пылающий пламень и все будет попалено им от юга до севера и увидит всякое плоть что я Господь зажег его и он не погаснет слава Богу братья и сестры сегодня многие нуждаются и просят Бога о пробуждении но готовы ли мы сегодня готовы ли наше сердце выдержать Божий огонь когда он зажжет наши сердца здесь написано Бог говорит что я зажгу этот огонь и он попалит все и зеленеющее и сухое он все попалит братья и сестры вы готовы к этому огню чтобы огонь Божий пришел на наши сердца готовы ли мы братья и сестры да пускай Бог поможет чтобы наше сердце оно было готово чтобы этот огонь Божий сегодня загорелся в наших сердцах чтобы он мог сжечь в наших сердцах все то что мешает Духу Божьему что сегодня может быть стоит препятствием для Божьей благодати чтобы он спалил все наши старые привычки наши обиды все наши может быть всякие проблемы которые бывают в нашей жизни и чтобы Дух Божий мог действовать сегодня в наших сердцах братья и сестры каково наше сегодня служение перед Богом какова наша жизнь для Бога сегодня живем ли мы сегодня нашей жизнью для Бога или мы живем просто для себя или наши дни уходят очень быстро как мы это пели эти псалмы они очень быстро проходят они очень быстро пролетают дни за днями какую славу приносят эти дни Богу братья и сестры я задаю этот вопрос себе что я делаю для славы Божьей горит ли мое сегодня сердце а Слово Божье говорит я уже напоминал это место говорит и так будь ревностен и что покайся Бог желает чтобы мы служили Ему ревностно чтобы мы горели для Бога чтобы мы проявляли инициативу служения чтобы мы прославляли Бога почему иногда мы стоим на молитву и у нас нету слов прославить Бога неужели он не достоин братья и сестры неужели он не достоин славы из наших уст он хочет чтобы мы горели для Бога чтобы мы не были холодны чтобы мы не были теплые но чтобы мы горели для Бога чтобы мы прославляли Его имя да благословит Бог братья и сестры время уже наше вышло можно еще много говорить и много есть мест мне очень нравятся те люди которые горели для Бога я только несколько могу привести к примеру вот с нашей жизни которые окружали нас меня вдохновляет этот человек который вы все знаем который уже ушел в вечность это Дэвид Вилькинсон он всю жизнь свою на протяжении своей жизни пронес этот огонь невзирая на окружающие обстоятельства он горел он горел для Бога братья и сестры многие другие тот человек который покаялся через его Никки Круц я видел его уже в пожилых годах и он проповедовал он горел он горел для Бога огонь который загорелся в нем он не погас братья и сестры я знаю в нашей церкви в Эстонии был один брат епископ уже пожилой Гурин Иван Степанович очень смиренный брат отсидел 25 лет в тюрьме и это его не сломило он горел он пришел из тюрьмы он служил Богу он не боялся приходили власти штрафовали гнали он предоставил свой дом открыт для служения Богу и люди приходили и прославляли Бога в его доме братья и сестры это тот человек который горел всю жизнь для Бога и до конца своих дней он горел для Бога братья и сестры написано смотря на кончину их жизни подражайте их вере братья и сестры подражайте их жизни подражайте их горению Богу да благословит нас Бог братья и сестры апостол Павел он горел для Бога всю свою жизнь сколько Бог дал ему жизни он горел для Бога как мы сегодня горим для Бога или нет этот вопрос сегодня для меня Новый год начался многие говорят Новый год но чем он новый чем этот год новый для меня лично что-то случилось новое в моей жизни я стал больше гореть для Бога я стал больше ревностный для Бога я стал больше что-то делать для Бога или же может быть даже хуже или может быть он уже старый стал год для меня братья и сестры я хотел бы чтобы этот год он был Новым годом в нашей жизни чтобы это была новая веха в жизни каждого из нас чтобы может быть нам что-то проверить поменять может быть проверить свое горение для Бога может быть там нету этого огня может быть нам нужно чтобы Бог пришел и зажег наш лес чтобы там все это сгорело братья и сестры да благословит сегодня Бог нас я сегодня хотел бы пошлить всех нас молодежь которые не устают они могут всю ночь провести в общении и на служение еще послужить и еще в Миннесоту заехать они горят у них есть много сил и слава Богу пускай Бог благословит молодежь чтобы вы горели для Бога всю жизнь не погасли да благословит Бог каждого из нас я хотел бы пошлить всех нас братья и сестры давайте будем гореть для Бога не дымить а гореть чтобы не быть теплыми но чтобы гореть для Бога это мое желание пожелание для себя и для каждого из нас в этом новом году да благословит Бог нас мы в заключении нашего служения с нами давайте споем радуйтесь со мной люди нет сомнений я спасен земля в саду верстает что тобой я спасен дух мой песня воспитает примерно твоя сия радуйтесь со людьми нет сомнений я спасен пусть не спит твердит и дает знаю я Христом спасен знаю я Христом спасен сомнений в ангел сам явился и сказал мне обращен и тогда б я не смутился во мне вечный твой знаком радуйтесь со мною люди нет без сомнений я спасен пусть с ним в эти вина знай я Христом спасен знай я Христом спасен знаю я в тобой я верю дух моё не покуши жизнь всякую потерю с радостью свяжу я сны радуйтесь со мною люди нет сомнений я спасен я спасен пусть сместит ты не вина я знаю я Христом спасен знаю я Христом спасен каждый век его я слышу каждый век говорю он любовь старик не слышен его днем горю радуйтесь со мною люди нет сомненья я спасен пусть сместит ведь вина сомненье знаю я Христом спасен знаю я Христом спасен нету места для заменя сердце изнад и табой час минута позвали днем будь нас наше пастир ком радуйтесь со мною й сомнень невзомнень я спасен не спасен пусть сместит претит вина и вина Назов знали я Христом спасен Знаю, я Христом спасен